В предрождественский новогодний период многие люди сейчас носятся по супермаркетам, магазинам в поисках подарков для своих родных и близких. Подарки – это хорошо, но есть еще один подарок, который может спасти человеческую жизнь, как, например, стать донором крови. Мы все прекрасно знаем, что ежедневно десятки пациентов в больницах Эстонии нуждаются в донорской крови. Производить кровь промышленным способом невозможно, и поэтому единственным ее источником является добровольный донор. Сдавая кровь, мы можем быть уверены, что в Эстонии будет достаточный запас донорской крови, чтобы спасти жизнь всем нуждающимся, ибо от несчастья и неожиданного поворота судьбы не застрахован никто. Центр сдачи крови постоянно проводит донорские дни в различных помещениях, устраивая там специальные пункты. Вот и сейчас центр крови региональной больницы ждет доноров всех групп крови, поскольку запасы крови в центре снизились. На этой неделе центр крови в Юлемисте будет дополнительно работать и в субботу с 10 до 15 часов. Прежде всего мы ждем доноров с негативным резусом крови. Особенно это касается людей с группой крови нулевая минус и АБ минус. Но при этом хочу сказать, что мы всегда ждем доноров и с другой группой крови. В среднем через центр сдачи крови в Юлемисте проходит примерно 25 доноров в день, и этот показатель гораздо ниже, чем в докоронавирусный период. Работники центра обращаются к донорам с призывом сдать кровь через электронную почту и путем телефонных звонков. Особенно это сейчас важно по двум причинам. Во-первых, постепенно возобновляется плановое лечение операции, поскольку волна пандемии хоть немного, но все же отступает. А во-вторых, сейчас то самое время года, когда на улицах скользко, из-за чего люди получают больше травм, чем обычно. Но есть еще и третий факт. Став донором, вы можете спасти чью-то жизнь. Лучший подарок перед Рождеством – это спасение чьей-то жизни. И это очень важно все-таки для остальных, для других людей, которые находятся сейчас в тяжелом, критическом состоянии. И чьи-то семьи, я думаю, будут очень счастливы к такому подарку. И все-таки, когда человек делает добро, ему добро все-таки возвращается. Это самое лучшее, что может быть, наверное. К этому призыву присоединяется также мэр Таллина Михаил Кылвард, который своим сегодняшним примером призывает всех неравнодушных людей стать в ближайшее время донором. Не все же политикам пить чужую кровь. Если серьезно, именно в новогоднюю пору хочется делать что-то хорошее, доброе. И, наверное, этот маленький подарок может позволить себе сделать почти каждый человек. Но на самом деле это очень большой подарок. Для кого-то это целая жизнь. Центр крови напоминает, что сдавать кровь могут и доноры, принимающие препараты по понижению давления или антидепрессанты. Вакцинация против COVID-19 также больше не является препятствием для сдачи крови. Сдача крови разрешена со всеми вакцинами, используемыми в Эстонии, если донор чувствует себя хорошо и у него нет побочных эффектов. Донор может быть здоровый, отдохнувший сытый человек с массой тела не менее 50 кг в возрасте от 18 до 60 лет. Центр крови призывает доноров сдавать кровь регулярно 3-4 раза в год. Каждая сдача крови помогает как минимум 3 пациентам. Чаще всего в донорской крови нуждаются онкологические больные, матери, младенцы, пациенты, перенесшие серьезные операции, а также страдающие анемией, кровотечением, тяжелыми травмами и многими другими заболеваниями. Сергей Овченков, Андрес Лорент, Новости Таллина.